Вчера в Израиле начался по-настоящему зимний сезон. На севере и в центре страны выпала практически месячная норма осадков. В некоторых местах из-за шквального ветра пострадали линии электропередач. Завтра состоятся выборы главного раввина Иерусалима. А три дня назад Верховный суд страны отклонил иск Сефардской общины против избирательной комиссии раввинов. Верховный суд постановил, что не найдено никаких оснований, чтобы вмешиваться в решение комиссии по выборам. Правительство Германии согласилось продать Израилю три ракетных катера. Ранее сообщалось, что их первоначальная цена составляла около 900 миллионов евро. Однако в конечном счете Израиль получает большую скидку. Эти ракетные катера предназначены для защиты газовых буровых установок от атак террористов в Средиземном море у берегов Израиля. В Германии к этой сделке было неоднозначное отношение. Однако в конце концов там осознали, что у Израиля на севере существует реальная опасность. Это Хизбалла и другие террористические организации. Кроме того, эта сделка принесет сотни миллионов евро в экономику Германии, в ее верфи, на которых заняты тысячи рабочих. Поскольку руководство Германии не сразу пошло на эту сделку, свои ракетные катера Израилю предложила Южная Корея. В Иерусалиме вышла книга, посвященная памяти литератора-переводчицы Натальи Левиной-Басиной. Презентацию книги открыл ее муж, художник Анатолий Басин. Конечно, говорили о той, кому посвящена книга, но говорили и о ее среде, о творчестве, которым эта среда была насыщена, о ее современниках, столь же незаурядных, как и она сама. Самый тяжелый и самый неприятный период в моей жизни, бывает так и у многих людей, у меня был жутко черный период. Разводы и все с ним связанное, не легче было жить. И Наташа просто меня спасла тогда. Я жил в ее доме. Она очень чутка, очень дружески, очень, ну в общем, подела меня на ноги. Для нее говорить можно много, но у каждого своя Наташа, наверное. А Вин, она, она следовала несколько юршистый характер. Она могла и нагрубить, и поссориться. Но потом бурно и радостно мирилась. И, ну в общем, все, кто ее знал, ее не забыл, все будут ее помнить. Она была, несомненно, одной из самых трагических женщин, которая тогда, вот я как раз в этой книжечке об этом сказал, когда она говорила, Верник, вы обождите, я сейчас хожу купить хлеба, вернусь, и мы продолжим разговаривать. Это звучало, как фраза из Магглета, да, из Шекспира. Я иду сейчас купить хлеба. Это была не драма, а трагедия. Дальше будет чистая кровь. И мы пришли, и я увидела, значит, на какой-то диване прелестную женщину, хрупкую, такая дровята последняя, прелестная. Голос тихий, так сказать, значит, улыбка делимая и прочее. И, значит, я сразу пошла, что это мой человек. У меня под люди, значит, все, так сказать, были замечательные. Вот это сразу, так сказать, возникла химия. Она произвела на меня, эта книжечка крошечная, какая-то совершенно невероятная. Впечатление, ощущение чего-то другого. Человек из абсолютно другого мира. Не знала, не знаю, не помню, не слышала. Хотя вроде бы на радио подрабатывала. И как бы одна какая-то, куда денешься, мы все все равно вместе. И вот так неожиданно после своей смерти пришла Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok Эта карикатура выполнена голландским политическим карикатуристом Бернадом Фритцем. Он брался за самые разные темы. Вот так в его восприятии выглядит арабо-израильское противостояние. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова